От штукатуренные стены и вставленные окна. На этом стройка центральной больницы в Тбилисском районе остановилась. Открыть лечебный комплекс не могут больше четырех лет. Еще в 2011 году, как видно на кадрах кинохроники, здесь шли строительные работы. В 2016 ровным счетом ничего не изменилось, кроме того, что рабочих здесь больше нет. После осмотра долгостроя Вениамин Кондратьев задает всем присутствующим очевидный вопрос. Куда делись почти 400 миллионов рублей, которые выделялись на строительство больницы? И кто виноват, что работы не могут закончить несколько лет? Памяти к распилу денежных средств в таких огромных масштабах. Просто непонятно, почему до сих пор никто не понес за это уголовную ответственность. Хватит уже, знаете, как в народе говорят, лохматить бабушку. Вот надо с этим завязывать. Любому подрядчику, кто берется за строительство бюджетных объектов, тем более социально значимых для края объектов, тем более Тбилисского района. Надо принципиально поставить точку, еще подчеркиваю, с какими возможностями подрядчик не будет. Еще один долгострой Тбилисского района – спортивный комплекс. Возводят его больше трех лет. Во время посещения площадки губернатором министр спорта края и глава муниципалитета обещают, к новому учебному году спортивный центр будет полностью готов. Сейчас работы выполнены на 90%. В районе это будет первый подобный комплекс. Два этажа, несколько зон для занятий различными видами спорта и гостиничные номера. Молодежь у нас на периферии вынуждена заниматься в спортивных залах, в школах. Наша задача – создать возможность для всех, для всей молодежи, чтобы они все имели возможность заниматься спортом. Чтобы у них был, пусть небольшой, но крытый зал. Даже если 200-300 человек, уже нужно максимально идти навстречу. И там эти залы малобюджетные, конечно, строй. Пока стройка еще идет, возможности для занятий спортом создают местные сельхозпроизводители. На территории одной из крупнейших районных ферм построили тренажерную площадку и футбольное поле. Наглядный пример социальной ответственности предпринимателей перед местными жителями. Подобная интеграция крупного бизнеса в жизнь на селе, по словам губернатора, не должна носить единичный характер. Если любой более-менее сильный агрохолдинг будет заниматься спортом, развитием спорта, это в первую очередь развитие своего потенциала, трудового потенциала. Потому что это те, кто будет работать в этом агрохолдинге, в этом агробизнесе. И не только агро, в любом бизнесе. То есть нужно понимать, что нужно будущий день видеть, а будущий день только в людях. Конечно, чтобы развивать социальную инфраструктуру, бизнес должен крепко стоять на ногах. Многие аграрии жалуются, что животноводством сейчас заниматься невыгодно. Однако на этом предприятии считают по-другому. Здесь за год надоили больше 11 тысяч тонн молока. Выгодно заниматься крупным аргатым скотом, молочным. Сегодня животноводство выгодно. Мы за прошлый год 70 миллионов получили от животноводства чистой прибыли. А те, кто рассказывает, что невыгодно животноводство, ну, лодыри, бездельники, я больше их никак не назову. Кто хочет, тот будет получать прибыль. Надо быть здесь каждый день, как мои специалисты, как я здесь. Я сам постоянно здесь. Такой настрой в районе далеко не у всех. Животноводством занимаются 6 компаний из 19. Не менее острый для района вопрос места в детских садиках. В очереди сейчас стоят больше 300 ребят. К сожалению, социальная сфера в Тбилисском районе сирота. У нас и в здравоохранении большие проблемы, и в образовании большие проблемы. За 14-й, за 15-й, да и в этом году, к сожалению, не было подано ни одной заявки в Министерство образования на участие в программе по строительству детских садов. Земельный участок имеется уже под строительство детского сада и школы. Поэтому документы мы в самое ближайшее время подготовим, и к вам я приеду на прием. По уровню социально-экономического развития Тбилисский район занимает 30-е место в крае. Это показатель ниже среднего. Вниз тянет и бюджетозависимость. Районная казна всего на 38% состоит из собственных доходов. Остальное – региональные дотации. Нет и четкого понимания, в каких направлениях развивать экономику. Венимин Кондратьев настоял на том, чтобы в районе составили своеобразный бизнес-план. Четко прописанный алгоритм с расставленными экономическими акцентами. Нужна экономическая стратегия развития Тбилисского района на 5 лет. Привлечь экспертов, которые проанализируют сегодня все тенденции, все возможности района. Эксперты четко определят, где эти точки роста. И тогда уже будем не просто бегать пальцами по пианино, туда-сюда шарахаться, где кого найдем, того затащим. А уже будем целенаправленно заводить на те направления, которые нам будут рекомендованы. И поверьте, эксперты обычно не ошибаются. По задумке, подобная стратегия позволит не только определить основные точки роста района на среднесрочную перспективу, но и поможет легче планировать распределение государственной поддержки на местах. Александр Ванченко, Мария Крошина, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Тбилисский район.